Здравствуйте, дорогие товарищи зрители! Сегодня встреча с Владимиром Николаевичем Тюняевым, моим коллегой, автором, создателем систем защиты от вредного воздействия СВЧ-ВЧ-излучения на организм человека. И сегодня две главные темы. Для новых зрителей это будет самая важная и актуальная задача. Первая – объяснить кратко, почему ВЧ-СВЧ-излучение, то есть это сотовая связь, Wi-Fi и так далее, вредоносно, смертоносно, пагубно для организма, то есть доказательство, что это факт, это вредно, почему это вредно, как это воздействует на организм. А вторая наша задача – пояснить, какие есть системы защиты, по максимуму хотя бы как мы можем уменьшить эти вредные воздействия на организм в наши дни, для людей, кто живёт в городах, а для людей, кто живёт за городом, там проще. Итак, Владимир Николаевич, добрый день, давайте начнём. Добрый день, Юрий Андреевич, уважаемые друзья, добрый день. И сразу скажу, что за последние 20 лет уровень воздействия вот всего, что нас окружают гаджеты, базовые станции, выросло с 29% до 43%. Сегодня 43% вредности от гаджетов, от всех видов излучений влияют на наш организм, который по всем исследованиям, по всем мнениям экспертов, раннее старение организма, ухудшение репродуктивной системы. И как все говорят, что именно проект демографии, а я вам показывал, мы с Юрием Андреевичем несколько раз показывали, демографический сборник ежегодный. Посмотрите, насколько уменьшается количество детей. За последние 20 лет это миллионы. Если до 2010 года минус 13 миллионов, сегодня чуть меньше, но каждый год мы теряем, представьте себе, до 500 тысяч детей, до 16 лет. Вы представляете себе? А ведь у нас главная задача сегодня сохранить наше население. А на что влияет электромагнитное излучение всех видов? На что? На репродуктивную как раз систему, на центральную нервную систему, на иммунную систему. Почему у нас пандемии возникают? Это академик Рахман, я с ним буквально на днях встречался, подтвердил, что Минздрав гигиену, извините, не поддерживает. Забыли, что такое гигиена. А нынче эти факторы, вредные физические, еще раз повторяю, 43% от прочих. Воздушная среда, водная среда, то, что мы употребляем, вирусы, бактерии и так далее, это остаток 57%. А ускорителем всех заболеваний являются как раз электромагнитные волны, которые мы держим у уха, разговариваем, смотрим и так далее. И, кстати, если говорить об этом, то кто это сделал? А это было сделано в 2019 году, когда я был на заседании высшей школы экономики, был круглый стол, и на нем выступали руководители ВШЭ с докладом «Дети в цифровую эпоху». И представляете себе под эгидой Всемирного банка. И тогда они заложили время использования детьми до 4 часов. Это нормально, считали они, вы можете по ссылке посмотреть на 10-12 странице, что они рекомендовали, чтобы дети не страдали. Это преступление, я об этом несколько раз говорил. А уже в 2020 году главный санитарный врач Попова вводит санитарные нормы 3648 о внутришкольной среде, где эти нормы, рекомендуемые Всемирным банком и высшей школой, перекочевали в санитарно-гигиенические нормативы. 1995 год, 1996 вернее, было всего 15 минут в неделю, а сегодня несколько часов в день. И мы хотим, чтобы дети наши были здоровы. Родители, задумайтесь, задумайтесь. Ведь это ваша ответственность, следить за детьми. Конечно, нынче от гаджетов никто не застрахован, мы все ими пользуемся. Но доза эффекта важна. И ограничьте. Даже прошла информация, что во Франции запретили последний аэмфоид, он по излучениям превышает все допустимые нормы. Но их же много, и базовых станций много, даже незаконно установленных. И сколько компаний на всех частотах, и это постоянно нагнетается, нагнетается, и земля светится ярче солнца в радиочастотном диапазоне. Вот что мы сегодня имеем. И в этой среде мы живем. А среда, как известно, определяет наше состояние здоровья. Поэтому главное, что нужно сделать сегодня, это ограничить время использования. Держать телефоны обязательно на расстоянии. Можно большими наушниками пользоваться, потому что вот эти вот то, что вставляет в ухо, они вообще полностью выводят из строя со временем слуховой аппарат. И представьте себе, что у нас волна идет и греет наши мозги. Не только греет, но информацию накладывает, изменяет ее состояние. Вот, представьте себе, что сегодня мы имеем. Владимир Николаевич, я должен тут сказать, значит, нашим зрителям подчеркнуть. Речь идет о проводных наушниках, а не о беспроводных. Речь идет про пользование проводными наушниками. Это можно ими пользоваться. Теперь, что касается гаджетов. Я пример обратного. Вот я спокойно обхожусь без смартфонов. У меня никогда в жизни не было и не будет. Вот у меня кнопочные телефоны, да, которые имеют ряд, огромное количество преимуществ. Я работаю на компьютере. У меня компьютеру везде, у меня много компьютеров, везде подсоединен проводной интернет. Никакого проклятого Wi-Fi, разумеется, нет. Ну, я, ладно, это отдельная тема, живу за городом. У меня никаких соседских Wi-Fi нет, но даже если вы, лично вы, будете пользоваться проводным интернетом, что в любом случае правильно и нужно, то на вас будут воздействовать соседские вот эти все сигналы, потому что у всех Wi-Fi, никто отключать не будет. Людям плевать на это. В основном прозомбированные роботы сейчас люди, которые думать не хотят ни о чем вообще. Это касается всех тем, от алкоголя до вот вреда воздействия СВЧ-ВЧ-излучин. Владимир Николаевич, в чем конкретно вред, как это происходит воздействие на организм ВЧ-СВЧ-волн? Первое, это нагрев. Он нормируем и хоть как-то обеспечивается нормирование нагрева ткани. Это 10 микроватт сегодня на сантиметр квадратный допустимые, но они на улице все превышения, ну то есть превышения этих норм. Много показывают, вот Евгений Радис на канале на своем измеряет эти излучения. Это нагрев. Когда мы держим, нагревает поток энергии. Второе, это модуляция. Вот профессор Лобкаева делала доклад и говорила, что на том уровне мощности, на который работает телефон, главное это модуляция, то есть разговор, видео, который выбивает потенциал клетки. На мембране клетки происходят изменения потенциалов, что влияет на обмен межклеточный и внутриклеточный. Вот в чем дело-то. А это уже патологии, которые у нас есть какие-то. И ускоряется процесс изменения патологического в любом органе, потому что влияние идет на весь организм, на весь. А уж жидкокристаллический экран и зрение сажает, это уже притча в языцах называется. И еще раз хочу напомнить, 2012 год главный санитарный врач Онищенко опубликовал действующий сегодня единственный документ, методические указания по работе с СВЧ, МВЧ и прочими излучателями, что приводит к онкологии, рост онкологии у детей. Это факт. Нынче мы вот с Александром Дзензари об этом говорили, и тот тоже подтвердил, что электромагнитные излучения влияют на развитие онкологической болезни, то есть развитие раковых клеток, опухолей, да. Поэтому, уважаемые друзья, вы имеете в виду, что вы держите оружие в своих руках. Посмотрите, роликов очень много, как используются тоже электромагнитные облучения на войсковых действиях. Поэтому, ну то есть, это там поток мощности большой, но это же доза эффект. Кстати говоря, профессор Никитина в своем докладе, он также, вы можете его почитать, посмотреть, говорит, что на производстве тот, кто работает на атомных станциях, у них те же заболевания, как у тех, кто работает с радиочастотным диапазоном. Только время растянуто, у тех побыстрее заболевания происходят, потому что это ионизирующие, а это не ионизирующие, но у него накопительный эффект, аналогичный ионизирующим излучениям. Вот в чем дело. Давайте тогда подведем итог и пойдем дальше. Под итог. Значит, смотрите, уменьшить время экспозиции работы с любыми мониторами компьютера, там, ну, экраны телевизора, там, разумеется, тоже, но в меньшей степени несоизмеримо, чем понятно от каких-нибудь Wi-Fi и так далее. Убрать Wi-Fi, пользоваться проводной связью. Телефон не держать в руке, когда вы говорите, а только на громкой связи отодвиньте от себя на расстоянии хотя бы метр. Это уже в сотни раз уменьшит воздействие негативное на организм. В чем заключается воздействие? А вот в чем оно заключается. Резонансное, разрушительное воздействие на клетку ДДНК от источника ВЧС-ВЧ-излучения. Все наши клетки имеют определенную частоту колебаний. В космосе, в природе, везде в клетках все подчиняются одним и тем же законам, и все колеблется, все живое. Но эти ВЧС-ВЧ-излучения до десятков, сотен миллиардов колебаний в секунду, они, когда накладываются на частоту колебаний наших клеток, возникает резонанс, как солдаты, идущие по мосту. Вес мост может выдержать в тысячи раз больше, чем эта рота солдат, идущая по мосту. Но если они в ногу будут идти, то в зависимости от форм моста, арка, не арка, материалов и так далее, бывало, особенно старые мосты каменные, которые делались без металлоконструкции. Когда колебания ударяли обратно в противовес, в колебания, идущие от ног, создавался взрыв, как бы вот этот вот резонанс, который разрушал материал. То же самое происходит с клеткой, с ДНК, неужели это непонятно? А идиотам-физикам, всяким особенно, знаете, этим, значит, радиолюбителям, которые вообще, вот многие из них долбанутые люди, извините за грубость, я по-другому не могу, потому что просто закоренелые, знаете, такие вот безмозглые чурки. А дело вот в чём. Они не могут понять, они упираются только в один нагрев. Да нагрев это вообще, ладно, ерунда, это кто там себе сует, так сказать, в уши сейчас, ну да, про наушники мы сказали, телефон тоже нельзя категорически, там идёт ещё и нагрев, как в микроволновке, но это мелочи. Хорошо, не будем, давайте наоборот, скажем, как будто этого нет. Это всё фигня, это 1%, а не с 9% это как раз вот это резонансное воздействие. Где-нибудь за стенкой, через 20 метров от вас, соседский Wi-Fi может быть, но он на вас будет воздействовать больше, чем телефон в руке у вас находящийся. И вот это опасно, тем более это круглосуточное воздействие. Эти идиоты не отключают круглые сутки. Нет, чтобы ты на полчаса поработал и выключил, если уж у тебя всё беспроводное. Да сделайте лентяй себе проводное. У меня проведено везде, у меня вот есть там и отели и так далее, то есть я везде людям, потому что как к себе отношусь к другим. Это в сотни, нет, это в тысячи раз дороже в плане денег сделать, везде провести хорошие 6А, вот эти гигабитные провода, прочее в стенах, чем просто купить за 2-5 тысяч, не важно, коробочку, включить её везде. Wi-Fi это в тысячи раз дороже, но я на это иду почему? Потому что я человек, во-первых, я не глупый человек, я знаю, как это воздействие. Второе, мне всё равно не безразлично, я не сволочь, поэтому для меня это принципиально и важно. Не убивать других и не делать это. Есть люди, которые аж злятся, такие любители прогресса, извращенцы, которые не просто... Прогресс-то хорошо, но это не прогресс, я так назвал, это вот тот самый регресс, который выдают за прогресс, это убийство людей. Как бы это ни было удобно, удобство должно быть на втором месте в начале и впереди всего разум, целесообразность, рассудок, понимание, насколько на чашу весов удобно и вредно должно быть. Только вот здесь вред перевешивают в тысячи раз. Надо быть разумным человеком, а не жить, плыть по течению. А, что будет завтра, не важно, важно, что будет завтра. И вы еще можете быть убийцами своих детей. Ну ладно, это, извините, эмоционально так было, хотя, впрочем, не извините, я прав абсолютно. И более того, выбирал слова. Тут нужно бы покрепче слова и дубинку в руки взять, чтобы многих людей на разум навести и в чувство привести. Но вот смотрите, Владимир Николаевич поднял очень важную тему, я хотел о ней тоже сказать. Это онкология. Дело в том, что еще нет... Про исследования мы сейчас скажем, но даже нет еще всех тех исследований, это по времени просто все невозможно провести. Но очевидно, потому как это работает, как это воздействует, всплеск онкологии, он есть, безусловно, по разным причинам. Причин рака много. У меня есть видео «7 причин онкологии», можете посмотреть, там много причин. Но это, одна из главнейших, это как мощный катализатор, который так у нас столько вредных факторов, которые воздействуют на организм человека со всех сторон. В наши-то дни антропогенные факторы, вредные, которые не было у наших предков, не воздействовали на них эти факторы, которые люди придумали на пагубу, по сути, как побочные эффекты всех этих технологий на человека. Так вот, электромагнитный смог – это страшнейшее оружие, это действительно оружие геноцида, как и алкоголь. Это воздействие идет на мозг, это разрушение на клеточном уровне. Клеточные мутации, как рак, возникают, неправильные ошибки в делении клеток, в ДНК возникают. Так вот, эти как раз резонансные разрушительные воздействия, это первым делом влияют на онкологию. Значит, соответственно, мы оставим под этим видео, и там прям по ссылкам будет вот такая портянка, все исследования, начиная от учебника Минина 1974 года о электромагнитной безопасности, до всей этой там вот белой книги Анищенко, на заседаниях наши американские исследования, все. Хотите, вот перед тем, как что-то писать негативное от протеста, от глупости вашей, что вы себе уже чип в жопу готовы вживить, чтобы, так сказать, в прогрессе быть, находиться. Завтра и вживы от вам. Ну, так сказать, если вы в своем уме, вы будете против этого, и не дадите этим сволочам внедрить и чипы уже в людей, что давно хотят, и уже практически в некоторых странах, там, в Мексике, в той же уже экспериментальной и делают. Мы до этого хотим дойти. Вы тогда люди, или останетесь людьми, или вы, может, уже не человек. Так вот, значит, мы должны быть против этого, но со знаниями. Вооружитесь этими знаниями. Посмотрите, изучите эту информацию. Вы только после этого можете писать, что это все ерунда. Вы докажите, что ерунда. Приведите, если вы хотите сказать, что это все ерунда, то по типу сам дурак, значит, вы идиот. А если вы захотите аргументированно, ну-ка, быстренько, один, два, три, четыре, пять, по пунктам, четко, аргументированно, научно докажите, что то, что мы вот это говорим, и не только мы, и Анищенко, и вот эти доктора, профессора и так далее. Это все ерунда. Да, докажите, попробуйте. И вот тогда вы действительно можете это возражать, и это будут аргументы какие-то, может быть, а мы приведем контраргументы. Но да ладно. Владимир Николаевич, давайте тогда так. Сейчас люди не любят долго смотреть, мы будем, что поэтому оперативно. Ведь тем более мы уже на любую из этих тем снимали видео. Кстати, все ссылки на все видео, их более 15. Вот с Владимиром Николаевичем обсуждали все, где мы замеряли, какими приборами можно замерять, там, что надо делать, если у вас установили где-нибудь на соседском доме вот эту вышку, ретранслятор, очередную, явно превышение идет допустимых всех там ДОС. Но вот что делать? Это все есть в других наших видео. Просто их посмотрите. Ссылки на все из них, вот на плейлист по ВЧС, ВЧ, Вайфай я вам оставлю. Там есть все. Значит, ссылки на документы все оставим. И теперь давайте перейдем тогда к теме, как защититься. Первое, мы уже сказали. Уменьшить разговоры по телефону. Телефон использовать по назначению. Не тыкаться круглые сутки вот так, как идиоты. Сидят даже уже муж с женой в кафе где-нибудь сидят и тыкаются. Не общаются. Это мы уже людьми перестаем быть. Убрать это общение. Кому-то за ум взяться, взять просто кнопочные сотовые телефоны. Там и облучение меньше, там и, так сказать, вы тыкаться не будете с утра до вечера. Не во что там тыкаться. Значит, это компьютер. Значит, но любые вот эти электронные приборы излучают определенные частоты вот колебаний. Значит, естественно, самые вредные, это понятно, вот этот вот ретранслятор вышки, потом идут роутеры СВЧ, вот эти Wi-Fi роутеры. Усилители сигналов, их массой сейчас ставят. Да, да, люди с дуру ставят усилители сигнала, мало им того, что есть. Я просто в шоке. Но это действительно. Дураков всегда больше, и они отмахнутся от этого. Наше же видео для тех разумных людей, кому мы просто хотим дать шанс. Это, так сказать, осознать, а значит, что-то изменить в лучшую, конечно же, сторону, а уж точно не в худшую свою жизнь, и тем более не калечить детей. Тем более, что на них так воздействует много факторов, а они так не защищены, то есть в меньшей степени защищены от, чем взрослый человек, даже в плане иммунной системы неокрепший и так далее. Это очевидные вещи, вы спорить с этим не будете. Так вот, что делать? Я наперёд скажу и слово, Владимир Николаевич. Есть система защиты, вот перед вами разработчик, уже 20, почти там, 5 лет. Есть система, есть устройства, называются они нейтроники. Представляют они из себя внешне, вот есть две модели, такие голограммы, такие микроантенны в виде голограмм, которые при наклеивании на определённые устройства, мониторы, планшеты, роутеры и сотовые телефоны, смартфоны, телевизоры. Так вот, они не дают вступить в резонанс разрушительный вот этим самым ВЧС-ВЧ излучением. Если кратко, я вот просто пояснил, чтобы совсем было кратко и суть была понятна. То есть они не меняют никакие сигналы, не уменьшают их мощности, ничего этого нет. Никак, абсолютно. Некоторые пытаются замерить чем-то, но люди тупые, объясняем же чётко, что этого нет. Физический характеристик эти нейтроники, защитные устройства не меняют от антенн, там, мониторов, но они не дают вступить в резонанс. Они сбивают как бы это наложение вот этих частот, чтобы, так сказать, не было того пика, когда удар, грубое схлопывание, разрушение происходит. Вот что они делают. 25 лет, как вы думаете? За это время, обращаясь к зрителям, были те, кто пытался опровергнуть, доказать, что это не так, тысячи людей, в том числе академики. Удалось ли это кому-то сделать? Нет. Более того, 46 научно-исследовательских институтов подтвердили полностью, что это работает. Мы уже годами говорим о том, что если кто-то докажет, что это не так, то будут выплачены тому колоссальные деньги. Но это невозможно. Никто, кроме самодурных, каких-то больных людей, ничего конкретного не смог предъявить и доказать, безусловно, потому что это невозможно, потому что есть практика критерий истины от противного. Наоборот, это доказано, а никто доказать обратно и не смог. Значит, люди чувствуют ли изменения? Чувствуют колоссальным образом, чувствуют. И есть антенна. Это совсем кратко, если антенна, которая... Ведь понятно, что эту наклейку мы наклеим на монитор, на планшет, на телефон, но мы не сможем, так сказать, защититься от соседских Wi-Fi или от вышек ретрансляторов, где это всё пронизывает, через окна, через бетон бьёт. Так вот, есть такие антенны, которые в радиусе 15-16 метров от точки, установленной в пространстве, то есть по окружности 15 метров, защищают как раз от резонансного разрушительного воздействия на клетку, на ДНК. И тогда разумно, у кого есть, конечно, эта возможность, ну а если уж, извините, телефон, люди за 100 тысяч покупают и больше смартфоны поганые, то антенны, которые стоят там в два раза дешевле, уж, наверное, можно купить. А нейтроники вообще копейки, они до 1000 рублей условно стоят. Так вот, необходимо. Я себе, у меня на каждом телефоне, у жены, у детей, безусловно, вот на мониторе, я с вами общаюсь через компьютер, значит, наклейки, на всех компьютерах, у всех моих сотрудников я им подарил, просто дал. Естественно, у всех есть. И есть антенна, вот эта самая, которая не даёт воздействовать от соседских Wi-Fi, от вышек ретрансляторов, таким образом, что происходит вот именно вот это разрушение, вот это воздействие негативное на клетку, на ДНК. Владимир Николаевич, ну давайте тогда в завершение вы скажите, да, всё, что хотите. Хочу, благодарю Юрия Андреевича, очень хорошо всё подробно объяснили. Дело за вами, родители, бабушки, дедушки и вообще народ. Я ещё хочу сказать о том, что мы можем обеспечить защиту всей нашей страны, всего нашего народа. И коллективной защитой, и индивидуальной защитой, своими силами, ни у кого ничего не прося. Единственное, народ, включите голову. Вот, потому что будущее в ваших руках, в руках наших детей. И забота о детях, о здоровье, потому что война как раз вот она вот здесь, внутри, внутри страны нашей идёт, к сожалению. Поэтому надо думать. Владимир Николаевич, это, знаете, это как раз электромагнитная война, по сути, да. Да, конечно. Она часть информационной войны, и она же поддерживает информационную войну, потому что люди перестают критически мыслить. У них при пользовании всей этой гадостью, чем больше они этим пользуются, тем меньше критического мышления, тем труднее мыслить, сопоставлять, аналитически мыслить. То есть, вот эти проблемы возникают колоссальные. Плюс ко всему, значит, что ещё здесь можно сказать? Да, это важно. Вы думаете, вот зрители сейчас скажут, а что же вы не обращались там, надо, чтобы каждая сотовая компания телефон с этим продавала? Так обращались. Обращались. Так много раз обращались. Не хотят. Плюс ко всему. Владимир Николаевич, вот, был и не раз, и не десять на разных заседаниях, там и в Думе, и, так сказать, в комитете. Так сенатор обращался к компаниям, говорил им, а чего вы не используете средства защиты-то? Ну, никто вас денег не отбирает, но вы хотя бы предупреждайте и используйте средства защиты. Существующие. И ещё, дорогие друзья, значит, вы, вот что, вы потребуете, создайте, соберите родительский комитет в школах и потребуйте, чтобы, если уж, знаете как, вы не можете повоздействовать на детей и без телефона отправить в школу, то хотя бы, чтобы учителя заставляли, а учителей будут слушать перед уроком, отключать телефоны или собирать там, как в некоторых, кстати, странах делают, просто класть куда-то там, выносить под замок или в сейф, или просто отключать. Значит, именно не беззвучный режим, а вообще, так сказать, отключать, это, во-первых, значит, это очень важно. И вообще, я говорю, старайтесь, чтобы телефон не рядом с вами лежал, а где-нибудь подальше и на окне, потому что вот задняя сторона телефона, там антенна, надо задней стенкой к стеклу окна прижимать, вот так ставить к окну, тогда легче через стекло будет пробиться с вышкой, значит, антеннам, которые в телефоне стоят, тем самым меньше воздействия будет в комнате. Это, во-первых. И чем, наоборот, хуже, тем, когда где-нибудь бетонные стены или кирпичные лежит телефон подальше между стен или где-нибудь далеко от окна, тогда, наоборот, он посылает больше и быстрее сигналы и мощнее, чтобы связаться с вышкой. То есть, это вот имейте еще в виду. И, значит, на ночь, не дай бог, отключайте всегда эти проклятые телефоны, просто отрубайте. Или, если такой возможности нет, ну, мало ли, там, как-нибудь родители больные в любой момент звонок будет, ставьте где-нибудь в соседней комнате звук, вы услышите сигнал. В соседней комнате, как я вот давно и заставлял своих, у меня уже в привычку, где-нибудь на кухне там или еще подальше, к стеклу окна вот так вот поставьте, звонок услышите. Лень встать, ничего страшного. Это, значит, это просто только дураки будут делать по-другому, по крайней мере, когда узнали хотя бы, что это такое. А я вам еще раз дам рекомендацию. Посмотрите, изучите те материалы огромные, да, многочисленные, но очень важные. Хотя бы поочередно, по чуть-чуть в день изучаете, которые мы оставим вам под этим видео. И, конечно, мы оставим ссылки, как приобрести нейтроники. Вот эти две модели наклейки, которые часть из них клеятся там на смартфоны, там, планшеты, а вторая часть, ну, другая модель, клеится на мониторы, там, кинескопы телевизоров и так далее. Куда, как клеится, все там в инструкциях сказано. Значит, теперь и вот эта антенна, которая, конечно, одно другому не только не противоречит, но дополняет. Одно дело индивидуальная защита на телефон, планшет, то, чем вы пользуетесь, это в любом случае надо. А антенна, она что делает? Она еще раз убирает те воздействия, которые вы не уберете индивидуальными наклейками, наклеенными на телефон, там, монитор и так далее. Которая защитит вас от ваших вот этих дураков-соседей, которые не выключат никогда Wi-Fi, только морду разве что идти бить со всеми, скандалить. И от вышек ретрансляторов, тем более, если вы живете где-то, тем более, в городах. Ну, вот, большинство людей в городах, поэтому это просто жизненно необходимо. И это действительно снизит нагрузки на вас, на воздействие. Как результат вы увидите, меньше усталости будет у вас, лучше соображать мозг будет, дети будут лучше учиться. Не сразу это произойдет, постепенно, потому что воздействия уже давно оказывают на нас влияние и очень негативные. И это очень видно хорошо по людям, которые еще вчера соображали и сейчас уже не могут. А нормальный человек при правильных нормальных условиях жизни, он будет как вот академик Углов. Или вот, например, как Жак Фреско, который проект Венера, это 102 года умер. Ну, послушайте, как он говорил 100, там, 101 год. То есть, вот это вот, ну, как мы сейчас выражал мысли, оперативное мышление, быстрота реакции. Такое и должно быть у человека, так сказать, вот мозг работать. Но сейчас это главная причина атрофирования фактически вот мыслительных способностей. Это страшное дело. А когда у людей нет мозгов, что называется, ими и управлять легко, и сделать что угодно, и повлиять на них, внедрить им любую систему ложных ценностей, заистинные как бы дать и так далее. Много на нас воздействий вредных идет, но это одно из главных. И главное, мы можем повлиять на это. Мы можем процентов на 90 точно убрать, нивелировать негативные воздействия, уменьшить их. И это в наших руках, и это просто наш долг, по крайней мере, перед своими родными и близкими. Под этим видео будут все ссылки. На эти два нейтроника, голограммы и на антенну будут отдельные ссылки. Переходите, берите, отправим в любые города России и страны мира. Да, Владимир Николаевич. Юрий Андреевич, я хочу вас поблагодарить и нас за совместный труд, потому как все-таки вышло вот по информации последнее распоряжение о запрете использования гаджетов, то есть телефонов на уроках. То есть школьники должны издавать. Во Франции это было лет пять назад, а теперь у нас вышло. Ну, надо проверить такое постановление. Оно вот в сети появилось. Поэтому наш труд с вами все-таки он благотворен, и все-таки люди начинают чуть-чуть слышать. Ну, бьемся много лет. Уже, конечно, сотни тысяч, миллионы людей за эти годы просмотрело информацию. Даже если сразу не поняли, в подсознании у них это остается. И когда-то люди, когда будут видеть то, что даже бессознательно сопоставлять, а ведь я это знал, слышал, ведь я это где-то видел, и уже им легче будет. Многие спустя годы пишут, я был дураком, вы на меня там, ну, грубо говоря, там вот ругались, я это в штыки воспринимал, горделивый такой человек, что вы, так сказать, с экранов мне тут на меня идёт, им называете. А потом я понял, правильно вы называли, что я идёт, правильно. Такие люди есть, пишут мне такое. И это хорошо. Это хорошо, не надо, тут гордости. Иногда другого метода нет. Называется шоковая терапия для спящих мозгов. Дубинка виртуальная, ударить по башке. Через гордыню простучаться к разуму по-другому не получится для большинства сейчас. Поэтому я правильно всё делаю. Благодарю вас всех. Да, Владимир Николаевич, я вас благодарю. Ну что ж, до связи. Пишите вопросы, если вопросы будут конкретные, очень важные, такие характерные, мы сделаем видео, ответы на вопросы на эту тему. Ну, а на этом на сегодня всё. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok